Добрый день Добрый день Добрый день Добрый день Добрый день Добрый день Здравствуйте Всем привет Будем разговаривать просто так, задавать каверзные вопросы не будем Почему не будем? Мы добрые сегодня или мы сегодня? У меня сразу первый вопрос, когда наконец выйдет новый альбом Я знаю, что его задают все, всегда Пускай он банальный, но хотелось бы узнать Ну, работаю над этим, очень плотно, сейчас плотнее, чем над чем-либо другим Вот, когда он выйдет, не хотелось бы вообще об этом, честно говоря Я сейчас, так сказать, человек свободный, не обремененный всякого рода контрактными обязательствами Поэтому никто на меня не давит Все зависит только от меня Найк, так может быть это и хуже, что никто не давит? Может быть и хуже в какой-то степени Скорость замедляется Но зато есть возможность пойти в одну сторону, потом в другую Вернуться обратно и подумать в другом направлении, грубо говоря А время, не потеряешь время? Ну, я занимаюсь параллельно еще рядом проектов Вот сейчас как раз мы сводим пару вещей Такого арабско-голландско-российского проекта Под названием The Atoms Вот, это, в общем-то, арабы Из Ирана, которые живут в Голландии Вернее, жили сейчас, они в данный момент Один из них конкретно живет в Москве Снимает квартиру Вот, очень нравится ему Москва Обычный такой российский безработный получился, да? Занимается творчеством Ну, творчеством, да Найк, к вопросу о банальных вопросах Какие вопросы тебе не нравятся? Вот Когда выйдет новый альбом, наверное? Не знаю Мне, в принципе, не то, чтобы нравится, не нравится Просто есть вопросы, а есть, как бы, глупости Поэтому я Ну, вот, нельзя как-то Какие-то глупости Ну, какие вот Постоянно задают Которые вот, уже надоели просто Ну, какие-то рематерных слова Там, или еще что-нибудь Ну, не знаю Басневого зовут, да? Ну, например, да Грубо говоря Так это же было давно уже Ну, у людей хорошая память в России Мы проводили маленький опрос, да, да Одна из часто называемых песен Ну, кроме того, они же запися всех сохраняются Поэтому, как-то вот Забыть сложновато Нет, сразу вот взял Еще раз напомнил себе То есть, эпатаж запоминается больше всего, получается? Лучше всего? Да не то, что эпатаж Я тоже думал недавно об этой теме То, что Почему люди у нас так, ну Долго любят всяких разных Вот именно Эти остаются И долго живут Никому не дают проходы Там, или еще что-нибудь Запретный плод? Да нет, наверное Просто ярких людей очень мало Имеется в виду Что Люди реально, которые что-то делают В основном, как бы Люди ленятся И, собственно говоря Торчат или бухают Как бы это Ну вот Три основных момента Для русского человека В двадцать первом веке Ну и в двадцатом, в общем Я-то думал, ты скажешь Что Творчество Из-под их пера Может выходить доброе Или злое И вот доброе Вот оно почему-то меньше запоминается А злое Эпатажное Крикливое Вот оно Вот оно оседает Ну это ты здоров загнал, конечно Ну, в общем-то Эпатаж тоже может быть Позитивным неким То есть Это же не обязательно Нужно там Как бы Резать себе вены постоянно И умирать Каждые там Два месяца Так вот при слову Три слова Это же вот яркий пример Потому что Есть люди, которые не понимают этого Запросто Ну это их проблема В общем-то Как бы Это проблема каждого В общем-то Это не проблема всех Поэтому Я никого не лечу Никого не учу И никому ничего не навязываю И поэтому Я чист В этом смысле Как Попка Младенца Хорошая, кстати, тенденция Наметилась у нас Вот как гости в студии Появляются, музыканты Они примерно все Вот так говорят, что Ну это не моя проблема Это в общем-то проблема людей Которые не понимают Не хотят или Ну а как иначе Ну да, действительно Их много, я один Ну да, да Да, не на всех не разорвешься Найк, ты сказал про состояние людей Нет, просто сама по себе Извини, пожалуйста Я к тому, что лечить и учить Это неблагодарное занятие Я сам имею диплом педагога В принципе По вокалу, да? Ну это не важно Там можно чего угодно делать Вообще музыка Я защищал диплом по По, скажем так Применению психоделической музыки В Скажем так На уроках музыки То есть как это То есть ну Каким-то образом Преподносил это Как некий современный джаз Угу Потому что в принципе Вся основа музыкального Как бы Преподавания У нас построена На джазе На всяких вот таких вещах Соул там Это тут еще с советских времен Ну в общем Да Да А с чем это связано? Как думаешь? Ну Менталитет такой Как бы у нас Не то чтобы джазовый А Немножечко Ну Немножечко Закрытое сознание В большинстве случаев Как бы Знаете, друзья, я не очень Понимаю, о чем вы говорите У нас в школе джаз не проходили Тебе и говорили, что это джаз На советские песни проходили Тебе просто не говорили На самом деле Ну это и есть джаз Это и есть джаз Советский джаз Там все ровно По блокам Еще в советские времена Был такой ташкентский джаз Но в первую сторону Сейчас есть как бы Это вот люди, которые играют В ресторанах Вот там Сосо Павлиашвили Там типа Или еще кто-нибудь Из этой темы Вот это ташкентский джаз Еще есть как бы Ну это вот кабак конкретно Джаз Шансон Я тоже ждал, когда ты назовешь слово шансон Чего-то мы куда-то не тунем Нет, почему? О музыке рассуждаем Мы рассуждаем с профессиональным, собственно Преподавателем музыки Почему бы и нет Почему бы не воспользоваться Много всяких Да, вопросов может задать Это гуру небольшой к нам приехал Хорошо, возвращаемся назад Главное, чтобы не дуру Да Так вот этот опыт К чему привел В школе Какой опыт Попытка Ни к чему Только к тому, что я защитил диплом Ну это тоже неплохо У меня отдельный, кстати, вопрос Где этот диплом В открытом доступе он есть? Можно прочитать? Нет, я к сожалению У меня есть только Как это сказать Свидетельство об окончании университета А диплом я до сих пор не забрал Что-то вот Руки не доходят доехать Уже как Года три как закончил И в общем Что-то никак не доехал Я бы с удовольствием С ним как я совсем У меня год, правда Терпел год Потом съездил Три года Три года Так у нас в России получают высшее образование Но это все-таки По велению сердца было, да? Ну в общем да Как бы корочка мне Не была настолько как бы нужна То есть Но я заберу его по-любому То есть он там лежит Никуда не денется Там нет такого как бы Как срок давности дел Как в милиции Или еще что-то То есть там ничего не уничтожается Похоже Кстати о творческих течениях А вот Различных параллельных проектов В театре больше никак, нет? Предложения не сыплются? Ну честно говоря Меня сейчас интересует Больше такой Конструктивно-авангардный театр Где люди присутствуют Как вещи Больше как функциональные Какие-то механизмы некие То есть они Дешевые механизмы Они не играют Но это как угодно Это какой собственно говоря спектакль Это вот есть такой театр Ахе питерский Вот Они Это инженерный театр Они с помощью Всяких приспособлений Приборов делают Постановки тех же там Классических всяких Разных произведений Современные вещи какие-то делают В общем Очень интересно, забавно И таких театров Очень много Я вот сейчас Больше в эту сторону Скажем так Смотрю Но как так Чтобы самому участвовать Или делать что-то подобное Я как бы Ну Именно в театре Не хочу этого делать То есть это по следам Первого эксперимента Вот Копейн по-моему Да играли? Нет Это мое участие В театре Как бы Личное А так я до этого Интересовался тоже Всякими направлениями В общем-то Много людей интересно Которые что-то делали в театре Даже те, которые снимали потом в фильме Фильмы Захаров тоже, например Ну Чисто театральные режиссеры Саундтреки не просят написать, нет? Саундтреки Я пишу периодически Саундтреки Но это все такие Как бы Опять же Как сказать Абсолютно The ground некий То есть вот Написал саундтрек Такому Да там и фильмы такие Вот То есть Как бы Сама Не то чтобы назвать Перформанс или Спектакль Это сложно назвать Это сделано Как бы некое действие Объединены Три там Или даже больше направлений То есть Вместе То есть там Живопись Танец Пластика Музыка Там всякие разные Видео Сакая Графика Вот И все это было соединено И на основе Древних языческих Культовых Разных обрядовых вещей То есть Был такой праздник Сагалган Сагалган Он до сих пор существует У всяких разных народов У наших У северных Вот На этой основе Была у них богиня Такая Артемида Вот У древних языческих народов И мы сделали С моим другом Вадимом Сташкевичем И с танцевальной Группой Такой Восточной пластики Под названием Максир Они раньше назывались Сейчас даже не знаю как они называются Потому что по-моему развалилось все у них Сделали такую Такую Скажем так Некий Ритуальный перформанс Большая охота Артемиды Это в общем-то Сагалган Это примерно то же самое Что у нас Масленица Переход от зимы к весне То есть Переход на весеннее время И вот Я написал музыку Мы живьем Исполняли это В одном из московских клубов Там в паре мест Мы в нескольких местах показывали Это в том числе И для правительства Что-то показывали Вот И собственно говоря Все в шубах В каких-то безумных Таких полуобнаженные Девушки В каких-то таких В таких А там еще плюс одежда Как бы Ну дизайн одежды У нас там плюс свой Вот Причем когда эту одежду Привезли в Швейцарию Вот Вот мой дружок Вадим Вот этот Сташкевич У него была выставка Там в Цурихе Короче и в Цурихе И в Монтрю Там еще где-то там Полно у него было Он в Европе такой очень Ну не то чтобы известный Но очень котируется Хорошо среди людей Которые там Шагала любят Или еще чего-то там Какого-нибудь там Ван Гога Вот То есть Когда Девушки Очень богатые Швейцарские Женщины там Которые держат Всякие свои там Галереи Еще что-то Вот Они просто на На следующий день То есть вот Все эти девушки Они ходили вот в этих Одеждах По улицам Как бы Покупались эти Какие-то шапки То есть там вот эти Фартуки безумные То есть очень прикольно То есть ниши есть еще куда да Деньги зарабатывать Можно вот взять В легкую Моду создавать В мелких европейских государствах Вполне А вот эти звонки у нас будут Какие-нибудь Вот я жду песни У меня тут два главных Приза на сегодня Я не знаю помимо ваших Там видимо билетов Я тут как бы на собственном Лейбле Вайпс мюзик Делаю такие как бы Хэндмейд релизы Вот это абсолютно раритетная тема Вот тем более вот этот вот Сборник это Альбом лучших вещей группы Инфекция Моей первой группы Которые в этом году исполнилось Как раз 20 лет Вот и Сборник называется The Best Infections for Girls Вот это три То есть это Двадцать семь песен С трех альбомов С девяностого года по девяносто шестой Вот это абсолютный раритет Он будет распространяться Только через интернет Вот А у вас реально есть шанс Получить эти Вот два прекрасных диска Оформленных в розовом цвете Специально для девочек Лучшая инфекция для девочек Ну ну что за лучший вопрос наверное Да по логике то Ну лучший вопрос не знаю Там решим в конце уже Хорошо Ты сказал что есть Несколько всего в состоянии человека У русского человека Торчат и бухают Ты вообще против такого Изменения сознания? Ну против такого факта А не против какого? Я вообще за изменения сознания Как бы за перемены За то чтобы как бы стремиться к чему-то новому Я вот за это как бы Я за реальные настоящие Ну то есть не химические Абсолютно чистые Источники энергии Вот Не за ядерные Не за водородные А вот реально За хорошие чистые Абсолютно то есть Без всякого разного Желательно Без всяких Вмешательствах Да из вне Лично только моих вмешательств В этот процесс и все То есть здесь это важно Только я сам как бы это направляю Иду Выбираю Принимаю Не принимаю И прочее Вот мы сейчас были с Найком в музее ядерного оружия Да отличная экскурсия Я даже посидел на ядерной боеголовке Верхом Как барон Мюнхаузен современный Да кто то сказал даже Фотографировать разрешали? Да есть фотографии в интернете выложим Завтра приедем Что не сегодня Приедут они только завтра Вот И с этим вопрос Что для тебя ядерная бомба Это зло Или все же добро Для вообще для всего мира? Ну вряд ли это добро Ядерная бомба Вот ядерная энергия может быть Вот Расщепление атома там и прочее Вот Вот То что касается бомбы Я бы не стал так Однозначно говорить Что это добро Может быть для того Чтобы остановить американцев в свое время Нужно было там нам создать бомбу Еще кому то создать бомбу Чтобы те как то ну так Присели немного на хвост Скажем так Может быть в этих Ну с точки зрения этого Как бы чтобы Защита Это да Наверняка это Ну опять же в сложившихся ситуациях Как бы опять же в сложившейся там Исторической этой теме Это как бы может быть Можно рассматривать Как некий там успокаивающий фактор Вот мы получаем Но опять же как добро я бы Ну наверное Я вообще против оружия в принципе Против насилия Против Убийств И против вообще драк в принципе Ну вот то что Вначале рассказывали Про то что здесь был монастырь Да а потом это все разрушили И сделали здесь вот завод У тебя это как Так скажем Не показалось ли это каким то вот Ну это времена такие были В общем Учитывая то время которое было В общем то я это воспринимаю естественно Естественно Конечно Но это Это я бы не Извини пожалуйста Я вообще не сказал что это очень хорошо Как бы там Но опять же опять же Ломаем старое Строим новое Может быть как бы все к лучшему По любому То есть это Не знаю сколько мы еще просидим Здесь Суть по звонкам нашего коммерческого директора Мы недолго здесь просидим На самом деле уже Где же вы так задержались В музее Да очень интересно было Фильмы посмотрели Да нам фильмы показывали Сначала про монастырь Потом уже про взрывы ядерные То есть ну в принципе Церковь в свое время Православие тоже было Как ядерный взрыв Вот его можно Тоже рассматривать Как некий Как вот Расщепление энергии Я все таки скажу эту фразу Вот оно и есть Изменение сознания Но в масштабах Целого Ну государства Будем так Изменение менталитета Да наверное Ну сознание Всего вообще Да Ну это Даже не в мировом Я бы так сказал То есть Потому что Известный факт же Что я не знаю конечно То что Взрыв вот этого Какого На Украине Ядерная станция Которая Чернобыль Чернобыль да То что Выпал осадок реально в Америке После этой катастрофы То есть Облако прошло над всей Европой И его остатки пришли в Америку И там выпал дождь Кислотный Ну то есть Это все очень взаимосвязано И очень все грустно На самом деле Если глобально Ну там Как-то это Начинать думать об этом Может быть поэтому Раз у нас страна такая Раз у нас там Спокойно там Возят на территорию Ядерные отходы Чтобы хранить из других стран За бабки Может быть лучше И остается бухать Торчать И лениться Я вот тоже об этом думаю На самом деле Вот непонятно Что лучше Думать или не думать Быть или не быть Возможно в этой стране Лучше не быть Некоторые предстоят уехать Ну наверное Не знаю Ну судя по тому Как все развивается Потому что я не хочу сказать Что я там Анти какой-то патриот Там типа не люблю Россию Там ее там Нет Россию вперед все дела То есть я очень люблю эту страну И очень много у меня Хороших людей Безумно красивых Талантливых Очень умных И добрых И бесконечно бескорыстных То есть это В Европе такого нет Там только русские такие К сожалению Скажи Нанька Ты вообще по мировоззрению Фаталист Ты воспринимаешь все Как оно должно быть Да Или Пытаюсь изменить С этим же Ну а одновременно Может протекать Это скажем Я принимаю то что есть Но пытаюсь это же изменить Конечно Но это же противоречие Почему противоречие Как только ты пытаешься это изменить Ты уже не принимаешь Ты принимаешь то что ты пытаешься изменить Ты это уже принял Но пытаешься изменить Это уже следующий этап Кусаешь собственный хвост Ну а это цикл Это как раз цикл и есть В этом и есть смысл Для этого нужно из плоскости выйти Для этого нужно Обязательно Спираль уже пошла Спираль наехала Спираль наехала Чем больше круги тем Туда выше дальше удаляешься Чем больше себя за хвост кусаешь Как говорится Вы же все ближе к ушам Подпираешься Заглатываешь Это мы подобны хомячку Который значит вот В клетке Да бегает Но он же умирает в конце концов Ну а что делать Мы тоже От разрыва Понимаешь но хомячок что характерно Он не старается убить себя в стеклянную стеночку А продолжает жить Бегать Крутить как-то Он по другому себя убивает Ну да Гораздо дольше Параллельно с нами Но у него коэффициент полезного действия Меньше чем у человека Или у той же белочки Смотря для кого Смотря для кого КПД у него меньше А если их там 500 этих хомячков То уже можно будет нам Обогреть целый дом Либо светом Как бы обеспечить Ну естественной энергией Вот и получается что КПД для него то маленький А для нас да А сколько хомячковых сил в одной лошадинице Мы о людях говорим или Я Ребята А давайте вернемся к земным вообще темам Мы о людях только и говорим У нас в общем есть такая информация И о земных да Извини Что вы собираетесь снимать Снимаете Клип мы уже сняли да Клип уже сняли да Клип сняли на песню сновидений Это в общем то Ну тоже оригинальный клип У меня в общем то все клипы оригинальные Как бы ни один не похож на другой И на что то другое в принципе Но этот клип он оригинальный тем что он Во первых он Отличается от всех моих предыдущих клипов Тем что он похож на другие Не мои клипы чем то И второе то что он снимался год Это самый наверное долгосрочный по съемкам Это мультипликационный клип был что ли? Нет абсолютно С пластилина лепили там Абсолютно нет все живые персонажи Вот Ну как бы делался он не снимался грубо говоря А делался год Это у меня бывает так Я например одну песню там из Зано записал десять лет Ну один куплет с припевом написал там в девяносто первом году А второй куплет с припевом написал там за полчаса там в две тысячи первом грубо говоря И вот получилась песня Слушай ну для этого же нужно вникнуть в то настроение которое Под которым был первый куплет написан Ну Это спираль Это развитие Это как раз десять лет выдерживалось Вот И собственно говоря здесь у клипа примерно такая же история То есть но вот с разницей всего в год начало То есть начали мы его снимать 9 июля В клубе B2 в Москве И заканчиваем Закончили недавно Где-то вот в начале июля И 15 июля в B2 будет опять же его скажем так премьера Соответственно Ну в общем Получился год А самое короткое наоборот произведение Может песня или тоже клип Самая короткая Это наверное последняя песня Как написалась так же и снялась То есть клип снялся сняли мы порядка за пять часов весь Вот песню я написал может быть за полчаса всю То есть ну как бы вот Последняя или Ну вот верхом на звезде Верхом на звезде я бы не стал так говорить Было несколько вариантов текста Кстати вот о последней песне есть у меня Вопросы на эту же тему Вот А лошадку очень быстро написала Лошадку все знают Три слова быстро написалось Три слова написалось там за два часа И записалось при этом тоже за это же время То есть Правда клип снимали пять дней Найк вот такая фантастическая ситуация К тебе подходят люди и говорят что Сейчас ты будешь петь свою последнюю песню Ну не последнюю песню последнюю А именно последнюю песню Ну скажем так В твоей жизни В твоей жизни в твоем творчестве Это будет какая-то конкретная песня А что со мной сделают после этого Нет я говорю это фантастическая ситуация Хомячок Вопрос о песне уже не стоит Тайк просто не хочет чтобы к нему подходили люди С таким предложением Да и мне честно говоря сам вопрос не нравится Сама вот ситуация Ну наконец-то мы нашли вопрос Наконец-то мы выяснили вопрос Маленький тест был на самом деле Мне сама ситуация просто я бы не Нет Не хотелось бы вообще даже думать об этом Нет не надо в нее вживаться Это именно вопрос И даже отвечать Нет именно вопрос такого плана Какая песня является там концентратом творчества Или что в ней вложено вот все Все мировоззрение Да во все песни вкладывается То есть во все одинаково Абсолютно То есть ну исходя из каких-то ситуаций Обстоятельств Но во все песни я пишу честно Ну то есть не пытаюсь как-то там что-то Сделать для того чтобы там Ну в общем это был завалированный вопрос Про любимую песню Ну да Любимой песни нет Все любимые Все очень нравится исполнять Как бы просто единственное что Я начиная где-то с года с 2000 наверное первого С 2000 не исполнял песен из своих там старых альбомов Из погружений Из закрытой Из головоломки Очень мало исполнялось их на концертах Практически не исполнялось Вот Но это по причине того что Как бы я чувствовал и видел И выступал очень много И выступаю очень много до сих пор И происходили такие вещи Когда люди просто там кричали лошадку Там три слова Там еще что-то Вот Художник там В верховной звезде То есть как бы программа строилась в основном Из там Из одной-двух пластинок Которые в общем-то были известны людям Это кстати обижает? Нет Абсолютно Сейчас я исполняю эти песни Из тех и старых альбомов Вот начал последние где-то полгода Исполнять год Эти песни И народ их воспринимает вообще Как какой-то некий свежак И для меня они самого звучат очень свежо И я очень с удовольствием С большим их исполняю Играю как бы И сейчас в основном Программа вот строится Сегодня такого не будет Вот В основном такого Сейчас клубная программа В основном строится Из песен Более позднего Раннего периода Скажем так Опять спираль пошла То есть творчество Nike Это спираль сплошная Да все спираль То есть а перерыв вот был вот этот Десять лет Когда люди не воспринимали А потом опять Пять лет Нет Почему десять Ну и вот как вышел Супермен То есть как началась Вот эта вот вся бесконечная Чуть побольше Значит Ну две тысячи Сейчас две тысячи шестой Ну вот пять лет Я их не играл как бы Ну в основном не играл Как бы В основном играл песни Из двух альбомов Из Супермена Из Занозы Ну вот эта лошадка И прочее Ну что логичный вопрос О популярности И т.д. и т.п. О популярности Как относятся Ну дадим вопрос К чьей К чужой конечно К свою спрашивает Это вопрос Это вопрос Да К популярности Да нормально Ну в общем Никогда еще в студии Не собиралось так много народу Что я хочу заметить Ну да Людей которые Фанаты Фанаты Все кто собирается Прийти на концерт Все вот собственно Столпились там в коридоре Не они принесли что-то За эти за пластинки Я же сказал Либо вопрос Либо что-то У меня кстати недавно Был день рождения Да А я ведь где-то слышал Так мы ж да Я по-моему читал да 23 мая 23 мая да Ну Лучше поздно Мы же даже поздравляли Да мы поздравляли Мы передавали Прикольно Чего передавали Привет Передавали поздравления Не передали Где он привет Катя не передали привет Где мой привет Принесла Он что-то пишет на бумажке Можно дать ей микрофон Она скажет Ну да Все в интернете короче Да то есть На lastjournal.com да Нет И там тоже Нет Кстати почему у тебя нет Журнала У меня их два Даже три Опа А А А Почему у меня нет Смешные люди Смешные люди Ну 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 Найк Борзов LiveJournal NikeBarzow.com LiveJournal WipesMusic.com LiveJournal NikeBarzow01.com Или как там Я не знаю в каком порядке Это сообщество А личный NikeBarzow01 Это личный Но он закрыт Ага Понятно Смешно Концерт Или еще Ну в общем какую-то информацию Я больше вычисляю Но как правило Вот в формах не сижу Там вот тупо Потому что у меня даже нет Аськи Потому что она меня очень сильно отвлекает Вот этот постоянный пароход Который гудит Вот этот А можете звук выкруть Ну а тогда не понятно зачем она нужна Когда на мне пришли на почту письмо Я посмотрю когда подойду в компьютер Это у меня так и есть примерно Я Аськой не пользуюсь Для этого есть директ Да чтобы пообщаться Даже два Чего ты прям бюрократию сразу развел-то Все необходимые, все нужные Функционально все Я же конструктивист Что это такое? Это человек, который лего собирает Постоян целыми днями Некоторые из лего собирают огромные конструкции Вот это я Я и есть лего Можно ли на них восседать? На этом троне У меня там дочь живет в одном из таких домов Как ни печально, но вот собственно Вот уже все, пришли организаторы Концерта Что же вы пришли-то? Вот качают головой, машут руками, различные жесты показывают Велено уже заканчивать Как ни печально Ну, к сожалению, да В другой раз встретимся Приходите на концерт Диски на концерте получат девушки Какие? А кто? Никто же не звонил А на концерте будут какие-то? Ну на концерте и решим Хорошо, диски не останутся без хозяев Ну что, до концерта тогда? Да, до концерта Приходите Будет весело Спасибо большое Спасибо Спасибо вам Это был Найк Борзов на Европе Плюс Приходите сегодня в 19.00 во Дворец молодежи Приходите Телефон в студию 94949 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова